С 29 по 31 марта Омский Виллотрек стал эпицентром стартов для гонщиков-трековиков. Три дня здесь кипели страсти Кубка России, Всероссийских и областных соревнований. За лучшие секунды боролись 78 гонщиков разных возрастов, представляющих Омскую, Свердловскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Тюменскую и Челябинскую велосипедные школы. Достаточно новый трек, очень современный, очень хорошая инфраструктура. Там боксы, полотно, все очень прекрасно расположено, очень удобно. Свыше 60 км в час. Такую крейсерскую скорость показали амичи Игорь Кузнецов и Евгений Колмыков в гите на 1000 метров с ходу парами. Результат второй попытки – 4 круга за 56,982 секунды. И это рекорд трека. Игорь Кузнецов имеет за спиной успешную карьеру шоссейника. На треке все иначе. Но хорошие результаты показывать это совсем не мешает. Ну, шоссе, там усталость идет от километров. То, что от километров, гор. А тут именно выходит от того, что надо на один рывок отдать максимально себя. И тут вот у них разные. То ли там ты работаешь постепенно, что застанет. Либо тут один раз стрельнул и все. Отдыхаешь. За три дня зрители увидели командный и сольный спринт, скретч, групповые гонки с выбыванием и по очкам, а также гид и кейрин. По итогам соревнований 8 спортсменов выполнили нормативы мастера спорта. Среди них победитель групповой гонки на выбывание Виктор Подойников. Говорит, на дистанции протяженностью более 10 километров важны верный расчет и стратегия. Ну, это еще не очень много. В принципе, мы гонку 200 кругов ездили. Там не раскладываешь силы, не считаешь. На выбывании просто раба угла. Там тактика в основном была. Больше как ты в группе перемещаешься. Ну, то есть ты хитрый? Ну, с головой. В мужских гонках в рамках Кубка России омичи не пустили гостей к педесталу. Несомненно, результаты хозяев отлично иллюстрируют преимущества всесезонной работы на крытом треке. Омский велоцентр в этом году лицензирует медицинский кабинет и строил на работу спортивного врача, очень квалифицированного, который достаточно плотно следит за фармакологической поддержкой. И, кроме того, в этом году открывается у нас научная лаборатория с профессором Василием Николаевичем Коновалом, который уже перед Кубком в прессоревновательный период активно проанализировал подготовку наших спортсменов и подкорректировал очень удачно. Ввиду этого у нас появились вот такие результаты. В ходе всероссийских соревнований «Индея спринт» гонки по очкам выиграли Марина Иванцова, Виктор Инкеев и Родион Раевский. Кейрин у взрослых лучше всех провел Евгений Калмыков. Мужской спринт за Игорем Третиных. А командную версию этой же гонки покорило трио в составе Никиты Колганова, Николая Денисова и Виктора Подойникова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова